Обсудили. Воспаление, как классический переимплантит, естественно, требует сначала его устранения. Значит, ну, как можно пойти, каким путем? Можно пойти консервативно, как делают очень многие доктора. Пришел пациент, у него переимплантит, они ему назначают антисептик, антидотик. На неделю. Через неделю приходит пациент. Слата. Что произошло? Ничего. Ну, ничего не прошло. Кроме поноса, от применения антибактериальных средств, ну, ничего не произошло. Ну, переключилась, зато внимание. На диагональность. Можно отнутри мышечки, чем уехать. Там джун-джунок трепет. Ну, понятно, да. Это видение консервативное, наверное, имеет место быть как-то для чего-то, но вы же понимаете, что если у вас случилось воспаление, там грануляционная ткань. Она либо в пределах мягкотканного комплекса, либо в пределах костной ткани. Оставлять ее, травить человека антибиотиками и тянуть ему вот эту резину, я просто как бы не считаю правильным. Я этого не делаю. Я сразу назначаю тогда дату вмешательства и начинаю ее планировать, да, анализируя, что я имею. Какие ткани, прикрепленная десна, мышечные тяжи, вертикальный дефект. Все критерии, которые мы с вами сегодня обсудили, надо учесть и спланировать это вмешательство. Зондировать. Вы уже не бойтесь зондировать, там уже ничего не случится, уже все произошло. Да, то есть на всю глубину, чтобы понимать, где какой... В шести точках, да, вы знаете, что мы зондируем, да, как зуб. В шести точках мы зондируем также переимплантную зону, она также описывается, в шести точках измерения делается. Ну вот это вот зубы десневой, как карман, он не зуб, а имплантат, а там десневой карман, как... Индекс. Это не индекс. Похожая методика. Нет, в глубину зондирование должны шесть точек у вас. Классический, как зубы меряют, так и имплантаты, так же вы меряете в области коронки. Вот, учитывая все вот это, мы начинаем планировать свое вмешательство. Конечно, еще идеально сделать рентген. Ну так. Ну, хотя бы ортопантомограмму, идеально томография. Я на томографию отправляю, у нас в городе это быстро, просто и не очень дорого, поэтому они как-то... Не ограничиваем себя количеством томографии, если мне нужно... Тем более, видите, я работаю в условиях, когда у меня очень много посторонних, не моих пациентов, то есть не на моих имплантатах эти проблемы возникают. И у нас какая-то такая политика развилась в городе, что хирурги ставят имплантаты, а переимплантит и лечит продонтологи. Да. Я почему знаю, у меня выборка большая, потому что у меня стекаются эти пациенты чужие. И я, конечно, для первичной диагностики делаю томографию, потому что я даже и знать-то не знаю, что там было, какая там кость, во что ставили. Ну, мне хоть, если есть у пациента на руках снимки старые какие-то, да, пытаюсь что-то разобраться, вообще посмотреть какой-то, хоть в какой клинической ситуации там все это было. Да, иногда действительно понятно, что в очень печальные условия было все установлено, а иногда на пустом месте, в хороших состояниях очень. Да, у нас почему-то переимплантит влечит продонтологи. Это какая-то такая распространенная вообще идея теперь. Вот, ну, устранение воспаления, да, естественно, оно хирургическим путем устраняется. Опять же, мы говорим, что это всегда техника кюритажа. Какое бы воспаление ни происходило, мы удаляем грануляционные ткани и максимально малоинвазивным. Если мы работаем только в пределах десны, старайтесь не делать вертикальных разрезов. То есть, все очень, как бы, аккуратно, не отслаивая глубоко, только в пределах воспалительных тканей. И все остальное, это обязательно ушивание потом, потому что, да, чтобы это было плотно, все потом стянуто, прикреплено, чтобы десна восстанавливалась в более плотном каком-то режиме. И после устранения воспаления нужно будет принять решение о какой-то реконструкции, профилактике того, чтобы дальше этого не происходило. У меня в сентябре месяце мы не смогли снять физически, не открылся рот, так как нужно было, это язычная поверхность 37-го зуба. Очень маленькое открывание рта, я с трудом там вообще даже работала. Мы крутили ее, вертели эту пациентку и никак. Так, очень интересный был случай по переимплантидам, это не моя работа имплантидологическая, это другой доктор делал. Я просто эту пациентку веду много лет парадонтологически. Причина переимплантида только в мягких тканях, он в процессе только в мягких тканях. Форма коронки, той части, которая прилегает к гребню альвеолярному, с язычной поверхности, имеет узору, вот такую как бы вогнутость. И у нее развился вот на фоне вот этого... Там балкон, наверное, такой получается. Знаете как, это вот как бы внутри коронки, короче. Я не очень понимаю, зачем это сделано было. Какой-нибудь там предполагательский правонтологический... Я не понимаю, там идеально поставлен имплантат, хорошо, прямо посередине, ну то есть вообще, ну не прикопаться к хирургу. Все вровень с костью, я открыла, чтобы посмотреть точно, что нет резорции костной нигде. Что у нее все в порядке, что нет у нее обнажения, ничего. Грануляции я оттуда достала просто какое-то титаническое количество. Вот она 10 дней была на фонирователе, у меня не было возможности ничего с ней предпринять, она улетала, она живет в другом городе. И я ей сказала, что, конечно, она приедет зимой, надо делать новую коронку, потому что это все вернется. Я ей зафиг... мы все пролечили, вылечили. Я ее... То есть она долго ходила, скажем так? Полтора года всего прошло после протезирования. А у меня был случай, я... Значит, устранили мы воспаление по типу керетажа. Вот в данной ситуации, это одиночный зуб, я не отслаивала ни с соседнего зуба, ни откуда. Я просто очень аккуратно, именно вот как бы выгребая кереты, удалила эти все грануляционные ткани скальпелем и свела потом просто вот эти края, аккуратно ушила, матрас... Вертикально. Только сулькулярный, вот как в области зуба мы сулькулярный, это переимплантный, да, назовем его так. Вот именно сулькулярный такой классический, когда мы доэпитализируем бразду, когда вот продонтит мы оперируем, когда именно идет вот такая вот сулькулярный этот разрез под 120 градусов, и только им. То есть я побоялась откидывать какой-то лоск, делать вертикальные разрезы, чтобы просто не навредить, не уменьшить. Там у нее достаточно тонкий биотип десны, вообще тонкая, очень слизистая, своя, природная такая, и у нее там и прикрепленной десны не очень много. Поэтому я побоялась наносить просто дополнительную даже травму ей. Видя, что с костью все в порядке, да, у меня было достаточно этого, я убедилась. Я просто вот убрала, сделала келетаж и одела формирователь, 7 дней там, 10 она, да, зажила. Я обратно остановила эту корону. Если говорить о порядке произведения разрезов, да, то чаще всего нет таких посудей. Да. Да, ну конечно, понятно, что если мы делаем костно-пластическое мероприятие, там уже все как положено при большой хирургии. Там уже, да, все отслаивается, делается. После устранения воспалений, если у нас нету костной резорции, мы довольны и объемом прикрепленной десны, да, и вот по каким-то таким вот именно ортопедическим, когда причинам произошла эта история, в принципе, имплодитов. Самое главное в этом случае, это, наверное, замена коронки вместе с заменой ортопеда желательно, потому что он ничего не сделает хорошего уже второй раз. Это понятно, да? Да.